Меня зовут Аня, и я последние много лет, никак не могу посчитать сколько, рассказываю, ну не 20, нет ладно, ну 5-6, занимаюсь тем, что я рассказываю взрослым людям, которые не в контексте классической музыки, о том, как ее слушать, как получать наслаждение и все такое. Но сегодня мы с вами говорим про некую смесь, про связь классической и неклассической музыки. Я вообще только относительно недавно стала делать лекции про неклассических композиторов, потому что это страшно, потому что этого еще никто не делал, потому что не очень понятно, в каком контексте их изучать. Вот я вам сейчас еще тоже кое-что в качестве эксперимента покажу. Мы с вами сравним небольшие отрывочки из книжки про рэп и книжки про классическую музыку, чтобы оценить, как вообще изучают сейчас рэп-культуру, как классическую музыку, или все-таки еще пока не изучают. И пока подождем заодно квартет. Терцет. Настя уже тут. Итак, вот о чем мы сегодня поговорим. Почему книжки про рэп — это не совсем то, что нам нужно, что нам еще нужно новое музыковедение, которое бы все обобщило и рассказало нам. Я вам сейчас покажу. Как вообще работает музыковедение, и как музыка высоких и низких стилей влияет одна на другую. Потом придется вспомнить кое-что из ТикТока, из трендов зимы. Вы смотрите ТикТок? Вы смотрите ТикТок? Это отлично. Всем нужно смотреть ТикТок время от времени. Спорное утверждение, но вот как есть. Посмотрим про песню «Сэвэдж», которая... Помните, это танец прекрасный. Не изображу такой. И потом мы с вами поговорим про Пифагора, Славу Марлоу, Кадиллак, Моргенштерна, немножечко про Скибеди и хорошенечко про «Плачу на техно». Знаете песню «Плачу на техно»? Конечно. Очень много в ней интересного. Вот. Поэтому, представляете, у нас сегодня не только Моргенштерн, а нам нужно каким-то образом проникнуть в очень глубокие моменты, такие прям пласты, да, и, в принципе, успеть проговорить про всю современную рэп-культуру. Что это? Музыка, не музыка? Есть ли там что-нибудь интересное? Что там от барокко? Окей? Большой план. Поехали. Вот сейчас будет занудный микроэксперимент, чтобы нам немножко остыть после небольшого баттла. Сейчас у вас на экране появится текст. Я надеюсь, он будет читабельный, и я часть из него прочитаю. Да, и не пугайтесь, это будет только в начале лекции. Нужно будет действительно прочитать отрывочек из одной книжки и подумать, о чем там сказано, да, то есть какую информацию мы из нее получаем. И потом отрывочек из другой книжки. Представляете, пришли на лекцию, читают, заставляют. Но ничего. Так вот, смотрите. Я у себя в Санкт-Петербурге зашла в дом книги. Знаете, там есть дом книги на Невском проспекте. Да-да-да-да-да. Спасибо. А вот закрой крестик, вот этот вот антивирус вынес. Я думала, он как защищает меня. Ну хорошо. Закрыла. Смотрите. Значит, захожу я в дом книги, прогуливаюсь до метро, иду. А что-то мысли, знаете, такие, думаю, ну сейчас поеду в Петрозаводск, буду про Моргенштерна рассказывать. И смотрю, а там книжки лежат разные, в том числе история рэпа. Думаю, о, это мне нужно срочно. Вот сейчас ее куплю, прочитаю и по ней сделаю лекцию. Думаю, ну сначала открою какую-нибудь случайную страницу. Открыла страницу, как увидела, 96. Открыла, думаю, ну чтобы не покупать, я, знаете, сфотографировала и дома прочитала. И, значит, вот что я получила на этой 96-й странице. Да, давайте я немножечко прочитаю. Какой-то некий текст английский. Потом. «Это было чертовски странно», — сказал некий диджей Квик. «Скар Фейз звучал, как настоящий смотритель кладбища. В защиту своих текстов Башуик Билл сказал, что материал Гетто Бойз был основан на реальных событиях из различных источников медиа. Фу, это реальность, которую я видела по телевизору, когда был ребенком. Ладно, в общем, вы поняли. Да, поняли? Честно, я не знаю, я бы с трудом пересказала этот отрывок текста, весь который на экране, но чтобы вам было легче, я выделила из него главные мысли. Вот смотрите, я их поделила на некоторые. В начале нам приводят кусочек текста песни, потом несколько раз, три, приводится цитата самого исполнителя, рэп-композитора, можно так сказать, да, рэп-композитора, о том, как он жил, что у него было в детстве, и каков контекст, значит, про бабы, героин, так, значит, каков был контекст, который вдохновлял его на творчество. Ладно? Слушайте, я тут уже несколько слов запикала, кстати, вам, наверное, не видно, я так смимикрировала под бумагу, там были неприличные слова. Вот, теперь все тщательно будут их искать. И еще третий вариант, да, это зелененький, это, значит, некая история, то есть там, как это все выходило, места в чартах, кто кому что сказал, как это все дело создавалось. Запомнили, о чем книга про рэп. Итак, все страницы, это случайная страничка, все там такие. Посмотрим дальше. Можно лесну, да? Или ужасно интересно? Не очень интересно. Вот смотрите, а это небольшой отрывок книжки про Маллера. И вот смотрите, я для чистоты эксперимента взяла первую вспомнившуюся книжку и открыла тоже 96-ю страницу, чтобы вы не думали, что я открыла какой-то, знаете, начальный раздел. Читаю. Чрезвычайно органичным синтезом развития хоральных тем явилась реминисценция второй волны. Ну тоже есть, что подтрунить, да, понимаете, про язык. Из разработки первой части. Ой, ладно, давайте я сразу лесну вот сюда. Вот здесь я выделила главные темы, которые здесь заложены. Вот синеньким написано, нет, красненьким. Что здесь за ощущение? Смотрим. Трагическое ощущение бессильного ужаса перед лицом смерти. И еще раз красненькое там в конце. Приносимых ветром звучания едва слышимой музыки. То есть некий эффект. А дальше объясняется, как Малер этого достиг. Правильно, смотрите, лавина нисходящих мотивов подавила восходящие интонации тромбонов. Даже понятно, особенно если послушать, да, что вот была некая лавина звуков, и вот были восходящие, она их подавила. И вот поэтому получилось трагическое ощущение бессильного ужаса перед смертью. Чувствуете, немножко объяснили, как работает. И вот на второй страничке видно, что едва слышимое звучание. А как он это сделал? Значит, трубы помещены очень далеко за сценой. Звучность труб должна быть настолько слабой, чтобы никоим образом не мешать пению виолончелей и фаготов. Ну, очень понятно. Смотрите, он хотел еле слышимый звук, поэтому поместил трубы за сцену. На что я намекаю? Понимаете, на что я намекаю? На что я намекаю? Да-да, на что же я намекаю? На то, что рассказать о музыке можно страшно многое. Вот смотрите, это лишь несколько, да, Настя, наверное, тебе не очень удобно, извини. Значит, можно вот что рассказать про музыку. Например, как она устроена? Может быть, там есть мотивы какие-то, предложения, да? Потом, факты биографии композитора. Вот думаешь про Моргенштерна рассказать? Берешь, открываешь Википедию и говоришь, здравствуйте, друзья. Сегодня поговорим про Алишера Моргенштерна. Алишер родился, женился, умер, ужасно, да, написал, поехал, да, и вот да-да-да-да. Кому посвящена, каков был тираж дисков, какое настроение в этой музыке, в какой студии записывали. В общем, вы видите, да, про аккорды эпохи. Но не все из этого помогает нам действительно понять музыку. Согласны? Вот давайте выделим, может быть, несколько из того, что вам кажется важным, что вам бы помогло понять, например, музыку, не знаю, Моцарта какого-нибудь условного. Вот что из этого? Что вам нравится? Настроение. Настроение бы могло, хорошо, но это невозможно целую книжку, да, на этом построить или целую лекцию. Давайте еще что-нибудь выберем. Что еще бы вам помогло? Строение, стиль, эпоха. Строение, стиль, эпоха. Действительно, да, потому что непонятно, что в Моцарте от самого Моцарта, может быть, в нем все от эпохи. Хорошая мысль. Так, ну и что? Что-то вы мало говорите про... Ритм, кто повлиял, отзывы. Да, кто о ней как отзывается? Это, кстати, тоже полезно, правда, интересно. Да, вот провалилась там симфония Рахманинова. Интересно, как это провалилось, да? Почему провалилась? Кому? Посвящена. Значит, вы очень мало говорите про то, что было написано в первом отрывке книжки про рэп. Вам никто не сказал, что хочет послушать про платиновые награды, студию, факты биографии. Никто не сказал. Потому что это не помогает, конечно. Но зачем оно вам? Зачем вам эта книжка про рэп? А мне она зачем? Тоже непонятно. Вот смотрите, я вот выделила черненьким то, что мне кажется важным, а сереньким то, что мне кажется неважным. И вот самое неважное, например, тираж дисков. А в книжке про рэп там почему-то это было всегда приведено. Там эта песня вышла на десяти тысячи экземпляров, тираж дисков. Я такая, ну, я очень рада. Что мне-то с этого чего? И вот есть такая проблема, понимаете. Вот, допустим, есть музыка Моргенштерна, а я хочу заработать денег. Чтобы у меня было как у Моргенштерна. Все как и в его песнях. И вот я возьму и напишу книгу «Музыка Моргенштерна» и расскажу там все, что есть в Википедии. Диски, тиражи, биографии. И ее даже купят, потому что красиво поставят на полку. То есть у меня есть книга про Моргенштерна «Вау», например. Но это никому не поможет. И вот у меня очень печалит тенденция то, что эти книжки про рэп, про рок-культуру 90-х, еще чего-то. Я там несколько видела, они все испещрены этими фактами. А знаете почему? Да потому что их добыть легко. Гораздо сложнее понять, что там такое, понимаете, с этим настроением. Поэтому я очень вас призываю к тому, что да, если случилась современная музыка, даже если что-то в ней нас смущает, например, даже если вы там любите Моргенштерна, хотя, честно, мне нравится Моргенштерн, но меня иногда смущают неприличные слова в песнях. Я вот думаю, как я вам сейчас буду включать его песни? Там такие неприличные слова. Хорошо, что их половина не слышно. Но даже несмотря на это, можно с этим попробовать чуть-чуть смириться и все равно изучать. Изучать, говорить про важное, каким-то образом собирать эту информацию, потому что даже если эта музыка вся уйдет и не станет классикой, это же очень интересно, что сподвигло такую музыку создать. Попробуем сегодня немножечко про это. Будет сложно. Не про награды, да? Не про биографию. Как высокие и низкие жанры питают друг друга? Спорный момент. У нас есть высокие жанры, а есть низкие жанры. И кажется, что, знаете, была классическая музыка, была, все было хорошо, потом наступил 20-й век, дошел до середины, классическая музыка кончилась, пришли Битлз, а потом все вообще пошло под откос. Случился рэп, какой кошмар, а потом все вот это вот, да? Ну, это, конечно же, не так. Ну, конечно, не так. Есть определенные вещи, которые влияют друг от друга. Например, среди низких жанров старинных столетий были народные танцы. Вот, например, недавно, ну, сейчас нет времени, на другой лекции показывала, танец есть Лендлер, народный немецкий. И вот есть композитор Карл-Мария Вебер. И вот он использовал Лендлер у себя в опере «Вольный стрелок». И так звучит простовато, полный Моргенштерн, если честно, просто вообще, как начало Кадиллака. Но это очень сильно влияет на то, чтобы создавать некий высокий жанр, связанный с танцами, потому что, по-хорошему, классическая музыка, она питалась этими народными формами, и потом они обвлекались в форму, допустим, оркестра. А в свою очередь, она делилась с эстрадной музыкой богатыми аккордами. Вот кто сегодня был, мы с вами помните, что про романтизм обнаружили, да, с аккордами связанное, да, что их стало гораздо больше. Ну так помните какую-то песню группы «Абба»? Какие там разные аккорды? А песня Фрэнка Синатры «My Way», в котором каждый новый аккорд особенно бьет в сердечко. Ну, не было бы романтизма, не было бы этих аккордов, да, было бы все просто два притопа, три прихлопа. Потом была некая конкретная музыка в 20 веке, это не очень интуитивное название, конкретная музыка — это та, которая состоит из шумов. Там стуки, шумы, там тра-ля-ля. И понимаете, вот эти эксперименты среди авангардистов, они очень нам сильно помогли и в клубной музыке, и, например, в этом самом, в индастриал-роке каком-нибудь, правда? Да, вот это вот очень создает эти шумы. И не было бы этих авангардистов, не было бы клубной музыки. А вот сейчас на что запрос есть, да, вот одной из чертов современной эпохи называют слова, которые звучат понтово, DIY эйфория. Не слышали такие, нет? DIY, три буквы. Вот DIY — это все, что сделано своими руками, сделано плохо, сделано непрофессионально, но очень душевно. И вот DIY эйфория — это то, что у всех появился смартфон, у всех появились какие-то звукозаписывающие истории, все могут делать музыку. Эйфория наступила, понимаете? Вот такой вот интересный термин. И вот можно смотреть, какой есть запрос у людей, которые музыку не изучали, что они такое делают. Например, у нас есть какие-то рычащие звуки, есть грубоватые тексты, а есть даже полуимпровизация. Не только эти баттлы, Versus, например, но и в принципе рэп — это часто такая начитка импровизации. Есть на это запрос. Пока ждем, что сделает академическая музыка, подпитавшись этим. Что-то она пока не молчит. А может, я чего-то не знаю. Расскажите мне потом, как на это отвечает академическая музыка. Собирается ли она что-то себе красть из этого? Потому что вот только на этих кражах музыка и развивается. Крадет? Мне кажется, очень крадет. Очень крадет, да. Порассуждаем потом. Хорошо. Аня, такой вопрос. Что не так? Нет, все прекрасно. Пора заканчивать, да? У нас аренда кончилась. Нет, нет, нет. Здесь у нас все схвачено. У нас Наталья Ермолиной. Чего такое? Квартет приехал, если что, имей в виду. Сигнальник, когда их вызывать, вот туда вот постучи в дверцу, они выйдут, как Деды Морозы. Куда тут? Вот туда, сзади тебя в дверцу постучишь. Коричневую? Да. Как они туда попали? Магия! Здесь возможно все. Хорошо. Договорились. Ну, чуть-чуть еще, ладно? Договорились. Как раз пока ребята отдохнут. Так, поехали. Как фольклор косвенно влияет на рэп? Как рэп вообще такой получился? Это очень странно. Да, там есть тема размышлений. И у нас есть такое ощущение, что рэп это очень американское. Поэтому там вот где-то оно появилось, а его к нам, знаете, как к пыльцу занесло. И вот у нас теперь есть рэп, вот этот вот загнивающего, так сказать, запада. Но это не совсем так. Можно проследить, что было у нас такого. Да, понимаете, если бы у нас такого ничего не было, рэп бы не прижился. А сейчас русская культура очень богата на рэп. На разнообразный рэп. И довольно давно богата. Давайте предположим, что у нас есть некоторые влияющие друг на друга жанры, факторы, области. Вот фольклор — это народная музыка. Фольклор очень буйно цвел до XX века примерно. Потом в XX веке случились некие исторические события, которые осложнили жизнь людей в деревне. Из-за этого они потекли в города. То есть это уже при Советском Союзе. Понимаете? И вот считается, что в этот момент фольклор закончил свое существование. Как это грустно говорить? Не, ну, конечно, где-то он там существует, но уже совершенно не в тех масштабах. То есть мы уже можем сказать, что, понимаете, грустно. Что же было после фольклора? Был очень интересный период, когда фольклор перетекал в нечто другое, но еще не до конца. Это была смесь фольклора и такой академической романтической музыки. Называется это городской романс. По сути, это поп-музыка. Понимаете? Это городской романс. Это простые душевные песни, иногда даже цыганские. Ну, такой простой аккомпанемент гитары или фортепиано. И вот на что повлиял городской романс? Давайте я дальше открою. С одной стороны, очень сильно, но тюремный шансон. Вот тюремный шансон — это очень тоже богатая материалом музыка. Я вот была поражена... О, господи, какая-то песня была не Мурка, а не... Нет, Мурка. Нет, не Мурка. Так, подождите. Гоп-стоп. Все, гоп-стоп. Конечно, вы помните слова «гоп-стоп» или смотрели? Но это же... Они же невероятно эмоциональные. А аккорды, как каждый раз... Или мелодия, каждый раз на ступень выше. И там уже это все... И как это эмоционально приходит. Понимаете, да? Вот из этого городского романса как раз оно немножко питается. Ну, естественно, тематика имеет свою специфику. Да? Но музыка красивая. А есть еще одно ответвление. Это детские частушки. Это та форма, единственная, наверное, популярная, в которой фольклор существует сейчас. Да? Потому что фольклор — это про что? Это когда каждый поет и что-то добавляет от себя. Так если очень грубо сказать. Правильно? Не конкретные слова. А, ну вот, меняется по областям. И сопровождает какое-то действие. Какой-то ритуал. Помните, детки, например, считаются, считалочки, ритуал. Вот это очень фольклорная история. Что же случилось с этим дальше? Некий случился поп и рэп, в который в том числе повлиял и тюремный шансон тоже. Потому что в нашей культуре, давайте не будем лукавить, тюремный шансон занимает определенное место. У нас есть определенный слой населения, и они важны для страны. Вы поняли, о чем я? Вы поняли, о чем я. Но, да, ну, ладно, все, не знаю, я вас не слышу. Хорошо. Вы все поняли. Но есть одно «но», которое мешает нам так же любовно изучать, досконально разбирать, понимаете, вот эту музыку, как Малера, да, вот в книжке. Каждый мотив, восходящий, нисходящий. Книги пишутся, да, людям помогают слушать Малера. Почему нам никто не помогает слушать Моргенштерна? Понимаете? Особенно людям старшего поколения. Ну, ладно, мелким прикольно. Вот почему? Есть одно большое «но». Я думаю, вы понимаете, о каком «но» я говорю, да? Да нецензурная лексика. Потому что не очень понятно, как писать серьезную книгу и разбирать тексты, скажем, в том числе, да, если там есть такое. Но как-то вот надо подумать. Либо этого не делать, либо с этим смириться. Мы сегодня вместе подумаем над этим. Что происходит с длиной музыкальных произведений? Сейчас я закончу вводную часть, и мы перейдем к примеру. Очень интересное наблюдение у меня случилось. Вот в поп-музыке время постепенно сжимается. Я думаю, что тут ТикТок здорово сделал свое дело. Я думаю, что звук ТикТока, да, заметили, да, что там эта музыка не называется? Это же звук. Тоже интересно, как так, да? То есть смешалась вот диайвай-эйфория, это когда есть и музыкальные звуки, и звуки речи, и все вместе. Это как бы такая не музыка, но звук, да? И вот все вот сделано на коленке. Я в восторге. И вот звук ТикТока требует того, чтобы вы зацепили слушателя буквально с 3-4 секунд, иначе он пролистает ленту. И поэтому события в музыке сильно сжимаются. Все происходит гораздо быстрее. И сам кусочек повторяемый, который раньше был, допустим, куплетом, теперь он вот такой вот, вот такой вот, маленький, маленький, маленький. И все очень быстро. А в академической музыке, наоборот, в современную есть запрос на что-то медитативно-долгое. Я имею в виду музыку, ну, мы сегодня про них не говорим, но на всякие, да, Десятникова, Мартынова, Хрущевой, ну, и таких современных композиторов, которых мы не знаем, но они творят. Вообще-то они довольно известные. Но у меня тут когнитивные искажения, я же в союзе композиторов работаю. Я так часто с ними соприкасаюсь, что мне кажется, все их знают, знаете, каждый день слушают. Таким образом, поп-музыка постепенно становится короче, и академическая длиннее. И очень быстро, прежде чем мы перейдем к примерам, вот мы сегодня уже послушали музыку барокко, правда, до начала всего. Вот быстро, что у нас общего, что у нас досталось от старинных форм эстрадной музыки? Тональность. То есть звуки устроены, на самом деле, примерно так же, как в старинной. То есть образовывают систему, там есть мажор, минор, все очень в порядке. Не авангард. Правильно? Да, похоже больше на классику, чем на авангард. Аккорды. Вот вы знаете, аккорды эстрадных песен, они, в принципе, очень похожи на аккорды простого произведения эпохи классицизма. Они практически те же. И мы это чувствуем, даже несмотря на то, что можем их не знать, как они называются. Консонансы и диссонансы. Консонансы — это то, что мы слышим как приятное, а диссонансы — как неприятное. Это происходит из-за законов физики. И вот современная музыка, она эстрадная, основана на консонансах, на приятном. И это как раз от барокко. Барокко тоже приятно же вам было слушать. Приятно, конечно. Ритмопульсация равномерная. Не как у Шонберга, не как у каких-нибудь авангардистов XX века, не как у Скрябина, который там вот это вот всё своё делал. А нормальная, равномерная пульсация прямиком из барокко, а там оттуда прямиком из народных танцев. Всё, оно осталось. А вот чего нету в современной музыке по сравнению с классической? Это очень важно. Нету разработки материала. В классической музыке мы встречаемся с двумя основными смыслами, которые транслирует музыка. Она транслирует, что я начинаюсь, и транслирует, что я трансформируюсь внутри. Помните, да, вот, например, в симфонии вначале вам композитор даёт две яркие темы, а потом делает с ними что-то интересное. Так вот, вот этого интересного в эстрадной музыке нет. Она всё время как будто либо начинается, либо заканчивается. Мы сегодня это увидим. Иной баланс инструментов. Ну, здесь всё понятно, у нас звукозапись. Мы теперь можем так вытянуть инструменты, что у нас рояль как будто нам на ушко играет, хотя по логике вещей пространство должно быть где-то подальше. А там вдалеке что-то ещё играет. Думаешь, какая студия должна быть размером с Елисейские поля, а мы можем их спокойно в электронном виде подогнать. Баланс другой. Нет полифонии. Так, это больше к тем ребятам, которые сегодня были на лекции про классику. Нету больше перестановки тем и переплетения голосов, которыми занимались барочники, в основном зрелые. Это важно. Меньше повествования и больше телесности. Вот посмотрите, например, симфония как устроена. Нам заявляют темы, первая часть симфонии, их разрабатывают, и потом есть итог. Некое повествование сложилось. А сейчас нам нужно так, чтобы у нас просто продолжался накал. То есть мы всё время как начинаем или заканчиваем, правда, просто немножко подбавляем градус. Вот всё. А вот это миф о том, что у нас нет теперь больше никаких интересных аккордов, ничего, ритмов никаких нет, всё очень примитивное. Ничего подобного, ничего примитивного нет. И лады есть, и интересные аккорды есть, и вообще прекрасная эстрадная музыка не примитивно существует. Так что это неправда. А теперь приступим к примерам. Там в одном мне примере ещё не нужен квартет, поэтому я ребятам ещё дам отдохнуть. Мы посмотрим, с вами сегодня успеем, не так много примеров, по-моему, четыре. Вот как-то так. Но зато посмотрим, как следует. Вот смотрите. Знаете ли вы песню «Савидж»? «I'm a savage». И вот это вот, знаете? Вот у меня была такая этическая проблема. Дело в том, что она на английском поётся, но я думаю, ну ладно, я её всё равно поставлю, потому что она на английском. Но знаете, я её послушала, и там с самого начала, как началось, я даже не знаю английский, то есть я такая «Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй». Я её лучше, думаю, подберу, на рояле вам включу. Без слов. Поэтому давайте я вам сейчас чуть-чуть кусочек дам послушать. Вы поймёте, что имеется в виду. Там такие аккорды, помните? Тум-тум-тум-тум. И они всё время повторяются. На двух аккордах она выстроена. Ну вот, так что, ну, если будете петь, то негромко, ладно? Можно. Здесь можно? Ну, я понимаю, да, ну просто как-то я смутилась. Я как-то... Ну мы там это, в Петербургах. Так не ругаемся. Ладно, ладно. Ну вы послушайте кусочек сейчас. Прекрасно. Узнали немножко, да, эти аккорды? Если кто-то не узнал, ничего страшного. Всё равно, уже послушали. Это было похоже на реальность. Так вот, аккорды-то, между прочим, интересные, да? Вот какая по настроению эта музыка? Вы можете мне что-то сказать? Мне очень интересно. Музыка может быть весёлая, грустная, напряжённая, расслабленная, какая угодно. Меланхоличная, агрессивная, никакая, скучная, изысканная, простая, как апельсин. Вот это какая? Давайте ещё раз послушаю, а потом вы мне, пожалуйста, скажите, ладно? Какие эпитеты можно к ней приложить? Ну, танцевальная. Танцевальная, хорошо. Брутальная. Брутальная. А брутальная — это с вызовом. То есть брутальная — это такая типа харизматичная, с таким спокойным наездом, можно так сказать, да? То есть она такая немножко нагловатая, но со спокойствием, да? Это как будто ты на рожон не лезешь, но сцену себе знаешь, да? Ну, а ещё она, может, какая-нибудь, нет? Ну, в принципе, достаточно. А? Провокационная. Ну, тоже хорошо. Да, спокойно провокационная. Есть такое. Как это было? Чем это сделано? Там интересные аккорды? Они из классической гармонии? На Моцарта похоже? Не похоже вообще, не похоже. А на что похоже из музыки? На какую область музыки? А? На джаз. Похоже. Безумно похоже на джаз. А почему вы думаете, что это не похоже на Моцарта, а похоже на джаз? Что вам там сигнализирует, что это похоже на джаз? Ритм. Хорошо. А если бы не было ритма? Инструмент. Инструмент? Ой, да ладно. Могла выбрать любой инструмент. Да вообще вы правы. Да ладно, рояль. Ну а в самих аккордах, например? Вот они какие? Вот если был бы один какой-нибудь, да, в начале. Что, могу я один вам поставить? Все. Джазовый аккорд или моцартовский? Джазовый. Почему? Ладно, извините, что я вас так замучила. Нет, вы не обязаны. Все абсолютно верно. Он джазовый. В нем просто много звуков. Много. Он сложный. У нас есть такая штука, что вот в классицизме в аккордах обычно три звука, в романтизме четыре, а в джазе пять. Если очень грубо обобщить. Там много звуков. Хорошо. А что происходит с ним потом? Там же два аккорда, просто первый три раза сыгрался. Вы же не думаете, что там четыре аккорда? Нет, там два аккорда, правильно? Первый, первый, первый и второй. Хорошо. Один, два, рассчитайся. А что с ним происходит дальше? Если бы он разрешился как-нибудь, то могло бы быть еще и как у Моцарта. А нет. Куда звуки пошли? Вверх. Вверх. Как ты так здорово и не задумываясь. Смотрите, что там произошло. У меня тут даже где-то была картиночка. Ладно, сейчас покажу. Тык. Вот. Вот. Смотрите. Было так, а стало сяк. Даже если вы нот не знаете, вы же видите, да, что просто все ноты на одну сиганули наверх. Это так необычно для музыки, я вас уверяю. Это прямо чисто джазовый прием. Вообще-то у классиков в классической гармонии был даже принцип, то есть голоса должны либо расходиться, либо сходиться. А если они в одну сторону идут, то это никуда не годится, значит, плохой композитор. А в джазе, наоборот, они изобрели ленточное движение, когда все аккорды, например, медленно сползают. Да? Такая очень джазовая история. И при этом мы полностью теряемся и не чувствуем, что среди них кто-то главный из аккордов. Да? Там нет субординации. И из-за этого есть ощущение, знаете, такого спокойного поля, да, такого, в котором нет времени, и в котором ты такой спокойный и брутальный. И вот что-то еще хотела вам тут показать. Сейчас покажу. О! Вот оригинал мы с вами уже послушали. Могу сейчас еще раз вам его напомнить, например, да, оригинал. И потом послушаем, что было бы, если бы изменили одну ноту. Оригинал. Джаз. А теперь не оригинал, а кое-что поменяем. Так, как мы тебя поменяем? Ага. Да, смотрите, а ведь, между прочим, это было бы правильнее с точки зрения музыки, я вас уверяю. Чувствуете это, да? Сразу обретается смысл, понятно, первый главный, второй попросительный, и все понятно, все хорошо. Да? А вот это уже не то, да, уже нету брутальности. Брутальность еще и из-за ритма, и из-за того, что мы здесь немножко в пространстве теряемся. Так, что у нас по плану дальше? Ритм. Вот вы мне там уверяли, что джаз здесь в ритме тоже есть. Сейчас я вам покажу. Все верно, есть. Ну вот, а в чем? Что там вот в джазе про ритм есть? Ой, упс, видно, что я стырила свой слайд из-за другого вебинара. Неловко. А, впрочем, что такого? Из своего же вебинара, правильно? Это самоцитата. Так вот, значит, просто я так хорошо тут нарисовала домики, знаете, мне так понравилось, я подумала, все, хочу теперь, чтобы всегда так было. Знаете, что тут домики сигнализируют, да? Вот, наверное, уже прочитали. Домики — это пульсация, они равномерно стоят, да? И вот один домик главный, а второй неглавный. А, и, а, и. А на фоне них птички. И вот птички уже неупорядоченные, да? Вот они как-то летают. То есть вот то, что внизу, это пульс, и он всегда равномерный, как домики. А птички — это ритмический рисунок. Он всегда неравномерный, да? Наоборот, в этом красота. Мы так мелодию запомнить можем, если он неравномерный. Так вот, и что, 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 что у нас тут есть про этот ритм? Сейчас. Во! Но это очень важно. Смотрите, есть три вида, если грубо обобщать, использования ритма. Первый отсылает к определенной, значит, нашей части телесности. Вот представьте, вы приходите в клуб. Что играет в клубе? Туц-туц-туц-туц-туц-туц. Как вы танцуете в клубе? Можете показать какое-нибудь одно движение, кто-нибудь смелый? Как вы танцуете? Никто не танцует в клубе. Мы ходим только в филармонию, извините. В Агрикалче ходим просто, да. И мы слушаем здесь лекции, интересные всякие мероприятия. Вы тут нам что-то предлагаете. Музыка непонятная какая-то, да. Но на самом деле в клубе мы танцуем в основном вот так. Туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. Да, очень много шуток. О, да, или головой. Туц-туц-туц-туц-туц-туц. Но главное, чем мы не танцуем в клубе, у нас так организм устроен, это мы не танцуем корпусом в основном. Чувствуете? Или ногами можем даже потанцевать. Но вот корпусом мы не делаем вот так, грубо говоря. Че, все хорошо? А мне показалось, что меня зовут. Наверное, это уже квартет меня зовет такой. А что вы нас это пригнали? Да? Сейчас, 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 да. Вот, это когда ровный ритм. Есть вариант, когда мы немножечко совершаем ошибку. Например, туц-туц-туц-туц-туц-туц-туц. Или даже как здесь. Тун-тун-тун-тун. Тун-тун-тун-тун. То есть равномерность есть. Мы организмом не теряем эту равномерность, да. Но немножко чувствуете, что-то пошло не так. Внутри красивая сбивка. Согласны? Вот эта сбивка называется синкопа. Знаете, ритмическая сбивка. И вот каждый раз, когда мы такое слышим, наш организм хочет потанцевать немножко больше корпусом. Замечали? Как в джазе, там, ту-тун-тун-тун. Да, вот как что-нибудь любое, да, такое. Не значит, что остальные части тела выключаются, но вот включаются вот эти, да, интересные. Наш организм как будто чувствует, что там что-то не так, и мы должны прямо это исправить, понимаете, срочно исправить. Не потерять, не потерять пульс, да. И вот мы как-то так начинаем танцевать. Поэтому это такой секрет, да. Вот самые танцевальные песни, значит, в них есть небольшая ошибка. А вот если нам дать очень много ошибок, представляете, какую-нибудь авангардную музыку, да? Настя, а ты можешь нам сыграть какого-нибудь хаотичного авангардного что-нибудь? Без ритма равномерного. Гамму можешь нам без ритма сыграть? О, хорошо, прекрасно. Только представьте, Настя сюда пять минут сидит, играет, как под это танцевать? Тон-тон-тон. Тон-тон. Самовыражением танцевать, правильно. Это всегда полезно. Но смотрите, на самом деле здесь людям, например, как мне, то есть которые не умеют танцевать, танцевать не особо захочется, потому что мой организм потерял пульсацию. Потерял. Да, извини, Настя. Я не хочу танцевать. Ладно. А здесь у нас что с ритмом происходит? Сейчас я вам покажу. Вот представьте, все то же самое, аккорды те же, а ритм простой. Вот как в этой песне. Слушаем. Деревенский шик. Давайте добавим одну сбивку. Вы сейчас услышите. Рисунок отражает то, что происходит, да? Ну, тоже анализируйте свое тело постепенно, ладно? Что с вами там? Ну, так, слабая попытка, правда? Ну, не очень интересно, но уже так. Ну, хотя ладно, нет, слабовато. Не хочется. Не видела, чтобы танцевали. То есть, смотрите, здесь это одна из сбивок, которые здесь уже есть. Ну, давайте добавим чуть-чуть сильнее, да? Мы как будто с вами вот эту вот четвертую ноту оттянем на потом. Да? Давайте. Сейчас. Анализируйте. Ну, согласитесь, что так лучше уже, правда? Уже чуть-чуть лучше. И даже так могло бы быть. Правильно? Но эта последняя нота слишком правильная. То есть мы уже три сделали неправильные. А последняя вот как надо. Тан-тан-там. Пам! Понимаете, да? Вот она где должна быть, там она и есть. А давайте сделаем и ее неправильную, чтобы она была, знаете, прям чуть раньше, чем мы ее ждали. Вот сейчас вот обратите внимание, что она будет чуть раньше, чем мы ее ждали, да? Так. Вот смотрите, вот только сейчас стало поинтереснее, правда? И вот здесь как раз такое есть. То есть представляете, чтобы добиться такого ритма, который есть в этой песне, вот как красивая девушка поет эту песню, да? Уверенная в себе, вот, судя по словам, вот. И, как сказать, то есть она вот как раз и создает расслабленности. То есть из-за того, что здесь целых три, получается, ошибки. То есть чтобы создать такой ритм, надо хорошо постараться. Потому что вот три из четырех ритмов вы почему-то вообще не танцевали, не улыбались, не нравилось вам. То есть представляете как, а? Какой труд у в этом современном рэпе происходит, чтобы создать вот этот повторяющийся кубик. Дела. Так, еще чуть-чуть. И потом позовем квартет. Да, у меня может... Да, 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 мы же позже начали. У меня это, знаете, странно. У меня есть четкое ощущение полутора часов из-за моей работы. Вот. Но из-за того, что мы начали чуть попозже, мой организм такой, что-то происходит странное. Аномалия. Мы вроде как еще на половине лекции, а уже 19.30. Он такой, наверное, ты слишком долго все рассказываешь. Но думаю, что нет, думаю, что нет. Вот смотрите, перед вами прекрасный, молоденький Слава, который на самом деле Артем. Очень интересно, да? Знаете, то, что Слава Морлова — это его не настоящее имя. У него же есть альбом Артема, на обложку которого он поместил скан своего паспорта. Очень интересно. Видите, неправда, не боится человек, что на него кредиты возьмут. А мне мама говорила, не оставляй паспорт нигде, да, кредиты на тебя возьмут. Ну, на Слава Морлова пока никто кредитов, наверное, не взял. Хотя, может быть, он просто, знаете, не заметил. У него же очень много денег. Хорошо. Вот это тот человек, такой простой милый паренечек, да, который на самом деле пишет песни Моргенштерна. Не все пишет он, но они работают в соавторстве. Да, очень такой симпатичный человек. Вот смотрите, есть у него песня. Сейчас мы до Кадиллака доберемся, но пока не она. Песня называется «Двадцать». Тоже я вам не буду ее включать. Я вам покажу из нее самое важное. Я подобрала ее и сделала выжимку, да, вот такую небольшую музыкальную. Послушайте, как она звучит. Услышали, да? Вот какая она по характеру, можете сказать? Посмотрите, не используйте слова, которые были в «сэвидж». Какая она? Тревожная. Тревожная, точно. Еще какая? Переходно-возрастная. Переходно-возрастная. То есть она, конечно, протестная, правда? Да? И немножко такая нагловатая, правда? Есть такое. Чудо. А чё? А чё? Вот такая, правда? Ну и такая на серьезных, скажем, щах. Не юморная песня, да, не танцевальная. А очень там все серьезно в двадцать. Двадцать и вообще так серьезно. Хорошо. Вот. И смотрите, там, между прочим, есть нота, которая тоже неправильная, которая не из классической гармонии. Это удивительно. Да? Узнали какая? В басу. В басу. Вот сейчас, знаете, чтобы вы узнали, я вам покажу, как бы это звучало в обычном ладу. Ну, то есть, если бы эта песня была написана как два притопа, три прихлопа без всякого интересного там. Послушайте. Грустненько теперь так, да? Так вот уныленько, правда? Да? Такая вот детская унылая песня. Меня поставили в угол. Да? Не двадцать. Не двадцать, правда? Вот. И там есть удивительнейшая нотка. Вот смотрите. У нас с вами, я все говорю, лады, лады, лады. Вы же не обязаны знать лады, правда? Но у нас есть некие системы музыкальные, в которые звуки укладываются. Это главная система мажора-минор. Что-нибудь покидайте головой, если знаете штука мажора-минор. Ну, видите, даже если не знаете, ничего страшного. Это просто один считается веселый лад, а второй грустный. Вот послушайте, как звучат звуки в миноре. Нормативно. Да, вот такие подряд. Пели когда-нибудь в школе, может, на распевках, да? Был дел. Вот минор звучит. А сейчас я вам дам послушать, что звучит у Славы в песне «20». Соляйте. Вот эта вот последняя нота, она, кажется, прижатая к следующей, да? И вот дело в том, что такой не совсем минор называется умным словом. Готовы? Это фригийский лад. Фригийский лад старинный. Старинный. И вот смотрите, у меня в связи с этим есть история. История. А, ну сначала обобщим, да? Минор — это один из двух стандартных музыкальных ладов. Звучит милохолично и спокойно. Афригийский — это один из греческих музыкальных ладов. Звучит темно и загадочно. В нем отличается от минора одна нота, вторая по счету. Она ближе к первой. Значит, история. История про Пифагора и Славу Марлоу. Однажды Пифагор шел по улице. Кстати, это реальная история, если что? Нет, это правда. То есть это про Пифагора. Я, правда, это реальная история. Вот. И он вдруг увидел, что происходит непорядок. Где-то неподалеку играли музыканты, играли во фригийском ладу. А Пифагор, кстати, неоднократно высказывался в своих трактатах по поводу того, что фригийский лад — это развратный лад, который возбуждает душу. И вообще он писал о том, что молодежь нынче пошла не та и использует везде фригийский лад. Понимаете, как неприлично. И вот он увидел, что играют музыканты во фригийском ладу. И тут же пьяные юноши, наслушавшись этого фригийского лада, разбили окно дома целомудренной женщины. После этого он это увидел и решил прекратить беспорядок. Он примчался и попросил играть этих музыкантов. Сразу прекратить играть во фригийском ладу, а играть в благородном дарийском ладу. Да, то есть он реально верил, что лады с душой такое делают. Он был возмущен и скорее-скорее дарийский лад попросил играть их в дарийском ладу. Видите, какой довольный стал. Пришла ему хорошая идея, думает, надо в дарийском ладу, чтобы поиграли. И когда музыкант стал играть в дарийском ладу, он тотчас же унял безумную дерзость юношей. И они успокоились, и все стало хорошо. То есть представляете, что у нас там происходит? Фригийский лад так со времен Древней Греции и бередит души юношей. Теперь мы знаем, что со Славой случилось. Ребята, я вас за мной. Все за мной. Струнный квартет «Резонанс» вернулся с концерта филармонии. Ребята, которые наши любимые техники и инженеры, поднимите, пожалуйста, чуть-чуть экран. Чуть-чуть приподнять, чтобы большие смычки наших музыкантов поместились на сцене. Мне нужно как-то это рукой двинуть или нет? Мы можем мысленно поддерживать и пытаться поднять. Вот как работает оно. И все. Все-все-все. И все хорошо. Супер, спасибо. Так, 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 так. Ну вы пока раскладывайте. Все прекрасно. Все. Музыканты сегодня дальше возьмут на себя великую, прекрасную функцию. Они нам все будут напоминать, показывать. Мы будем с ними немножко экспериментировать. Я буду вас, ребята, немножко просить поэкспериментировать. И поиграют нам песни. Но представьте Моргенштерна послушать в исполнении струнного квартета. Это же должно быть интересное ощущение. Вот поанализируем, кстати. Это такая философская проблема. Станет ли музыка на наш слух как будто бы лучше? Понимаете? Вот сделаем какие-нибудь выводы, да, интересные. Хорошо? Итак. Моргенштерн. Ой, да. О, супер, спасибо. А вам так нормально? Да? Ой, хорошо. Вот смотрите, значит, прекрасный у нас Элишер Моргенштерн. Я ему, кто заметил тонкость, я ему татуировку изменила. Одну. Он теперь, у него теперь 3-3-3. Надо было сделать 7-7-7, чтобы у него была всегда удача. Очень симпатичный человек, очень молодой. Мне он, правда, нравится. После интервью Дудю вообще нравится. Как-то я его так по-другому стала воспринимать. И вот есть у него, наверное, самая известная песня — это «Кадиллак». Вы знаете про Кадиллак? Ну, даже кто не знает, ребят, можем немножко показать начало Кадиллака, чтобы все вспомнили, ладно? У-у-у, «Кадиллак». Браво. Так вот, вспомнили, да, «Кадиллак»? Ну, потом еще целиком послушаем. Вот смотрите, вы заметили, как играют ребята? То есть что они играют? Понятно, что есть мелодия? Понятно. Та-та-та-тан-тан-тан-тан. Есть. А они играют разные мелодии? Или, может быть, кто-то играет мелодию, а кто-то аккомпанемент играет или нет? Можете сформулировать, что играли ребята? Ряд, уберется. Сыграйте, пожалуйста, еще раз. Скажите, пожалуйста, про взаимодействие инструментов после, ладно? Да. Ну что, одинаковую? Нет? Да вообще-то одинаковую, ладно. Одинаковую, просто она немножко по-разному у всех звучит, потому что все люди, каждый с своим характером, каждый в музыке свое воплощает, правда? Да? Ну правда же, одинаковую мелодию играете? Да? Ну, еще это практически одинаковую. А нам слышится, что... То есть, представляете, помните, кто сегодня на лекции был? На Григорианский хорал, похоже, да? Да, что все одно и то же поют. А нам же слышится, что там аккорды? У вас нет ощущения, что где-то подсознательно? Ребят, слушайте, а давайте покажем, какие на самом деле аккорды нам здесь слышны. То есть мы их додумываем, а потом я скажу, как мы их додумываем. Покажете чуть-чуть? Вау! Вот чувствуете, да? Так как будто гораздо лучше, да? Так прям вот замечательно получается. Как же мы их так додумываем? Как же мы их так додумываем? Ну, понимаете, есть у каждой ноты особая роль. Она вообще в тональности называется ступень. И мы просто слишком привыкли, что на фоне этих нот звучат другие. То есть у нас, знаете, это как оптическая иллюзия получается. Когда мы смотрим долго на какой-то шарик, да, а потом убираем глаза, а шарик все еще перед глазами. Вот здесь у нас также только на большом расстоянии с большим пластом музыки. Мы привыкли, что когда есть первая нота, то он на фоне, да, выстраивается. И мы здесь это немножко додумываем. Получается такой жирный звук в чем-то, да? Так, но вообще-то в начале, в этих аккордах есть большой смысл. Большой смысл. Вот знаете что? Как же нам, ребят, попросить? Давайте можете сыграть только, знаете, самый первый такт. Такт — это самое-самое начало. Знаете, когда музыка начинается до первой точки. Вот это такт. И вот ребята сыграют всего ничего. И я прошу вас сказать, что за характер уже несут в себе эти звуки. Хотя это очень не очевидно, то, что я задумала. Надеюсь, что у нас получится. Даже не характер в плане, что это грустно или весело. Давайте так. Это в музыке классической было бы где? В начале, в середине или в конце? Вот от этого отталкиваясь. Хорошо? Покажете? Спасибо. Кто-то сказал «в конце». Согласны? Или все-таки там в середине, например? В конце. Слушайте, мне тоже так слышатся. Вам тоже так слышатся? Да. Да мне тоже. Как будто, знаете, сразу тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. И расходимся. Да? Правильно? А потом что с этой мелодией происходит? Потом она многократно повторяется. То есть, получается, мы заканчиваем, заканчиваем, заканчиваем. Знаете, это как эти прекрасные гости в дверях. Которые, ну, давай, ну, пока. Или по телефонный разговор. Обычно так телефонный разговор с мамой показывают. Знаете, так в анекдотах. Да, мам. Да, ну, давай. Пока, мам. Да. Но это, конечно, не означает, что мы там не любим разговаривать с мамами. Просто иногда такое бывает. Почему так? Почему так? Дело в том, что такой оборот имеет название. Он называется каданс или кадансовый оборот. Кто сегодня на лекции был? Помните про монахов, которые должны были закончить музыку к конец Причащения? Вот они обнаружили, что если сыграть несколько нот, то мы будем слышать их как окончание всей музыкальной фразы. Ребята, а вы можете показать немножко эти каданс сыграть? О, услышали какой полноценный конец в музыке, правда? Вот раз, два и три. А там, получается, в кадиллайке похоже в начале. Да, правда, очень похоже. Но только там аккордов нету таких пышных. Но в целом... И закончили. Но вы знаете, это рождает большую философскую проблему. То есть, получается, в песне «Кадиллак» мы не чувствуем ни начала, ни продолжения. Это только бесконечный конец. Нет, понимаете, это очень грустно. То есть, это какое-то смирение перед концом. Все бесконечно заканчивается. Но они же такие молодые парни. У них все только начинается. Но чувствуете, уже пробивается отчаяние. Все уже было. И каждый день как последний. Понимаете? И, между прочим, так абсолютно во всей песне. Во всей. Каждый такт что-то заканчивается, что-то обрывается. Представляете? И нам тоже как-то ее воспринимать. Из-за этого в ней есть такая уверенность. Прощание обычно звучит увереннее, чем продолжение. Там есть такая точка. Все время ставятся эти точки. Ух ты. Слушайте, меня это прям вдохновляет. Что здесь еще от барочной музыки? Да много чего, на самом деле. Вот то, что я показывала про всю музыку современную эстраду. То есть что здесь? Тональность есть. Потому что мы чувствуем, куда должна какая нота пойти. Правильно? Вот как только мы это чувствуем, все, тональность есть. Аккорды есть. Все есть. Каданс есть. Казалось бы, да? Ничего себе. Поэтому, знаете, я предлагаю такой эксперимент. Я предлагаю чуть-чуть послушать барочную музыку. Можете что-нибудь нам? Да, вот вы нам обещали куранту некую сыграть кусочек. И потом Кадиллак. А вы, пожалуйста, помимо того, что красота, все красиво, попробуйте поанализировать свои ощущения. То есть что-то будет похоже, что-то не похоже. Ладно? Ну вот как-то с этой стороны взглянуть. Хорошо? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Плачу на техно». Ребята, можете нам начало просто наиграть, чтобы не все обязаны знать эту песню, да? Давайте вспомним. Ой, начало или там кусочек. Спасибо. Ой, красота какая! Вот смотрите, да, я когда эту песню, кстати, услышала, знаете, со мной случилась обидная вещь. Я ее услышала примерно три недели позже, ее такого основного подъема известности. Я не знаю, как так получилось, я была чем-то занята. Я была чем-то, значит, занята, и через три недели я такая «Ух ты, какая интересная песня!» Я сразу такая обратила внимание на аккорды в проигрыше. Там очень интересные аккорды. Я такая думаю, ой, сейчас напишу статью об этом. Я поделилась мыслью с ребятами, с которыми делаем лекторию, они такие «Слушай, ну там уже месяц, как вообще эту песню все слушают?» Как-то уже не очень интересно. Ну это зря было, конечно, надо было написать. Но я у меня так поугас пыл, я такая «Как уже почти месяц?» И не стало. А вот зря. И сейчас я вам расскажу, да, что там такого происходит. Там есть очень интересный момент, да. Там есть проигрыш, в котором слов нет. Помните, там вот себе там куплет, припев, припев, и потом там идут аккорды. И их не просто играет человек там на рояле, так невозможно играть. Это просто зажатые клавиши, и пианино само делает там фактуру. Помните? Да. Но на всякий случай, я думаю, что можете нам напомнить, да. Вот там аккорды есть такие интересные в проигрыше. Там их четыре. Но не просто по четыре, а там четыре такта этих аккордов есть. Или что-то такое. Ай, красота! А вы чувствуете, что они необычные, что они старинные такие? Не, не чувствуете? Ладно. На самом деле, самый большой интерес в третьем аккорде. Как обычно устроена эстрадная гармония? Нам нужно, ну, знаете, как эстрадный наряд, в котором выступает певица. Ну, представьте себе эстраду каких годов? В 80-х, может, 70-х, не знаю. Да можно и сейчас. Да, если, считается, что если уж вы выступаете, если уж вы на сцене, знаете, я приехала бы сейчас в своём такая в бриллиантовом платье, да, потому что я же на сцене, потому что всё самое яркое, всё должно быть видно с задних рядов, и всё такое. То же самое с аккордами. Обычно для эстрадной песни выбираются четыре максимально ярких аккорда, у которых басы, нижние голоса, находятся как бы далеко друг от друга. Нет, это не специально так сделано, но чтобы мы прям конкретно услышали. Вот мы шагнули в такой аккорд, а вот теперь другой аккорд, понимаете? Чтобы была яркость, какие-то разные детали. И вот обычно у нас при таком раскладе, да, вот в этой песне, первые два аккорда, они стандартные, они бы остались, а на третий мы бы услышали точку, понимаете? Та-та-тан-тан, та-та-ра-та-та-та, та-та-тан-тан, и всё, да. Вот обычно, если нету точки на первом, то она на третьем. А здесь третий аккорд неожиданно тёплый и странный, да, такой сердечный. В нём есть что-то от сердечной боли. А четвёртый, знаете что? Вот четвёртый, он не просто куда-то сигает, а там все ноты, знаете, что делают? Плавно сползают на одну вниз. То есть, знаете, это получается ещё такой тяжёлый выдох, понимаете? Можно нам ещё раз? А то я наговорила тут разного. На третий смотрим, а четвёртый выдох. Почувствовали, да, что там какое-то голосоведение такое? Вот это очень часто использовалось как раз в барокко, потому что барокко — это эпоха сложных гармоний. Вот тогда вот классицизм нет, кстати, после него был, а вот барокко — да, да, каждый аккорд имел смысл. И вот здесь как раз есть этот момент сердечной, тёплой боли как будто. Но это не единственное, что здесь есть странного и порочного. Вот смотрите. Помните припев? Ну, помните. Да, плачу на техно, я плачу на техно, ты не со мной, слёзы льются на рейве. Вот как он устроен? Как он устроен? То есть мы вроде как всё время на одной нотке стоим, но мы на эту нотку переходим на один момент позже, чем должны были. Должна была... Сейчас я покажу плохо, а потом, ребята, прошу кого-нибудь покажут лучше. Мы должны были бы, по идее, петь так. Плачу на техно я, плачу на техно. А у меня с этого я как будто, знаете, немножко... Ой, плачу на техно, да? Первая нота задержалась. Ой, опоздала, да? И случайно осталась. Я вот так вот картиночкой хотела показать, да? Что три мелодии как мелодия, а четвёртая всё время такая ой-ой-ой и сменяется на следующую ноту на один счёт позже, да? А можно у вас попросить? Это уже у вас, да, мелодия у девчонок, да? Вы можете нам сыграть, немножко подпортив? То есть как это было бы, если было правильно? Хорошо? Почувствуйте разницу. А можно теперь, потому что есть непонимание в некоторых глазах, сделать как было всё-таки, то есть как в песне? Понимаете? Вот вам как, понравилось больше первый или второй раз? Мне второй больше нравится, очевидно, да? В этом есть такая очаровательная каскадная неправильность, да? Как бы, ой, такой выдох получается на этих нотах. Но вот вы знаете, что у этого приёма есть особый смысл и особое название? Это не крем-сода придумали. Ну тут, конечно, я вас не удивлю, да? Но тем не менее, вы знаете, вот такой приём, когда одна нота опаздывает, так и называется в музыке, называется задержание. Представляете? Задержание. Она задержалась, и вот на первую долю должна была случиться другая, а она чуть-чуть позже. И это барочный приём. Не, он, конечно, в всей музыке использовался, но в барокко, я его слышу там постоянно. Я думаю, ребята нам ещё сыграют в конце что-нибудь барочное, вы услышите этот приём. Тын-ды-ры-ды-тын. Задержание. Значит, смотрите. Умное определение, да? Не аккордовый звук, который, попадая на сильную долю такта, занимает место аккордового звука, как бы задерживая его. Вот теперь уже после того, как вы послушали, это понятно, правда? Ну просто красивое определение, я думаю, там определение. Задержания в ведущем верхнем голосе составляли важную черту так называемого галантного стиля, и такие задержания обычно ассоциировались со вздохами. Мало того, оно ещё и спускается по чуть-чуть. По чуть-чуть в музыке называется по секундам, или поступенно, по секундам. И вот такие по чуть-чуть... В барочной музыке часто встречаются. У них даже было особое название. Они называются ламентозные секунды. Кто итальянский знает? Да, плачущие. Ламентары — это плакать. Это плачущие секунды. И здесь они есть, представляете? Это невероятно. А песня как называется? Вы поняли. Представляете? То есть в этой песне скрыт очень большой трагичный смысл из этих секунд. И они очень барочные. Я в шоке. Звезда в шоке. Честно, но это просто... Ой, ой, ой. Нет, зачем итоги? Раз итоги, так давайте тогда послушаем музыку. Вы нам, ребята, что-то барочное сыграете. Да, я забыла слайд сделать красивый. Ну ладно, потом в конце всё можно будет посмотреть, что ребята играли в течение лекции, сыграют после. Можете нам что-нибудь барочное тоже сыграть? А мы попробуем всё-таки теперь на этот раз проследить сходство. А потом была чуна техно целиком. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо? Я тут буду безоценочно. Давайте подведем итоги. Все-таки как вы реально думаете? Хотели ли вы, например, почитать музыковедческую книгу как про задержание в плачу на техно или про каданцевый оборот в Моргенштерна? Нужна ли такая книга или это не нужно? Или про Моцарт лучше? Нужна? Нужна. Скорее, да. Ну, по крайней мере, те, кто говорят «да», говорят громче, чем те, которые говорят «нет». Хорошо. Значит, скорее нужна, чем «нет». То есть все-таки изучаем любое искусство, и Моргенштерн оказался не так уж и плохо, правильно? Даже с музыковедческой точки зрения, да? Надо изучать. Будем изучать вместе. Ну, здесь я просто вам напомню важную историю, да, что у нас есть как бы условно три секции, да, вида ритма. Под прямой мы танцуем конечностями, под слегка сбитой мы танцуем корпусом, под тот, в котором нет пульсации, мы не можем танцевать. И что в рэп-музыке с ритмом, как раз понимаете, что рэп-музыка, она должна вас заставить делать вот так вот, правильно? А на концерте, чтобы вы скакали, как трудятся упорно эти ребята создавать для вас тройную синкопу. Как они трудятся? А мы говорим, там два притопа, три прихлопа, чтобы были притопы, надо, чтобы было три синкопы. Понимаете? Это очень большой труд. Интересна ли гармония все-таки в трендах? Мне интересно, все-таки, как сказать, слишком много слов интересно. Убедило ли вас то, что там вот есть, например, там каданцевые, а там интересная джазовая гармония, или все-таки не настолько интересно, как в классике? Что думаете? Интересно все-таки, теперь интересно. Знаете, я бы вам сказала так, там в каждой песне есть одна деталь, которая все объясняет. Вот хорошо бы эту деталь найти, и тогда все такое. Эта музыка не процесса, а состояние. В ней не обязано быть несколько состояний. Она погружает вас в одно, но хорошо. Поэтому гармония интересная, даже если это одна сжатая комплексная деталь, как этот джаз, который погулял на одну ноту вверх. Поэтому обязательно подбираем на слух и анализируем. Хорошо, кто там умеет играть? Ну, это, пожалуй, спасибо. Да, смотрите, лекция подходит к концу. Сейчас ребята еще для нас сыграют, а я вот уже ничего говорить не буду, я уже все сказала. Завтра у нас про то, как зарабатывали композиторы и зарабатывают сейчас, и про Queen. Кстати, вы придете к нам на Queen? Сыграете что-нибудь? Ребята завтра будут играть Queen. Вообще. Ну, это было постановочно, я знала, что они будут завтра. Вот. Мы там тоже поэкспериментируем, мы попросим ребят целиком поиграть хорошо, чтобы получить свой катарсис от струнной музыки. Хорошо? Ну, а я вам расскажу про Queen. Вот в таком же формате будем сосуществовать. Друзья, огромное вам спасибо. А вот сейчас будем слушать мини-концерт маленький, правда? И вот то, что будем слушать, и то, что уже слушали, все на экране. Спросим. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует, конечно же. Громче, 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 друзья. Это было легендарно. Струнный квартет «Резонанс». Денис Дорофеев «Альт». Евгения Товыденко «Скребка». Ольга Дорофеева «Виолончель». Анастасия Терехова «Первая скрипка». Анна Веленская «Сегодняшний лектор». «Агрикалчий клаб». И я, ваш покорный слуга, Настя Орлова. Прекрасный вечер. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Просто ребята сыграли сегодня третий концерт, правда? Это был третий концерт. Я думаю, что это очень большой труд, и это правда мощно. Если мы еще, еще, еще дадим им энергию и аплодисментами, они нам сыграют плачу на техно, я думаю. Аня, как ты думаешь, плачу на техно надо? Ты вот просто в лекции сказала, что на бис еще плачу на техно. Хотим? Ну давайте красивую точку поставим. Плачу на техно. Ну никак не может это закончиться. Потрясающе. Плачу на техно. 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 Это что-то невероятное просто, друзья. Струнный квартет «Резонанс». Анна Веленская. И вы, друзья, спасибо, что пришли. Приходите завтра. Приходите обязательно. И не плачьте. Не плачьте. Сегодня наплакались на техно.